В Подмосковье появились уличные экопункты. Первые точки сборов торсырья были установлены в Королеве. В ближайшее время они появятся в других муниципалитетах, в том числе в Одинцовском округе. Где они будут находиться и что можно будет туда сдать? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии заместитель глава администрации Одинцовского округа Михаил Владимирович Каратаев. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Добрый день! А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а значит они могут задать свои вопросы гостю в студии. Телефон редакции 8495 508 86 84. Кроме того, прямой эфир идет в социальной сети Instagram. Там вы также можете оставлять свои комментарии, вопросы, все обязательно озвучу. Михаил Владимирович, в Одинцовском округе, как мы уже сказали, появятся три эко-пункта. Что это за эко-пункты и где они будут располагаться, как работать? На сегодняшний день эко-пункт это концепция, которая подразумевает прием вторсырья и компенсацию жителям в виде либо денежных средств, либо каких-то купонов на услуги, товары, либо на скидки. А вот на сегодняшний день полноценно работает у нас один пункт приема вторсырья. Это в Звенигороде, на улице Ленина, 30. Там осуществляется приемка такого вторсырья, как макулатура, техника, пластик, полиэтилены. Соответственно, в данном эко-пункте осуществляется выплата денежных средств за те объемы, которые сданы. И пункт пользуется высокой популярностью. Также к установке планируется несколько эко-пунктов в парках, в раздорах, на Лазутинге. Сейчас ведутся переговоры с компанией, которая их устанавливает. И как только будет понимание, за счет каких источников и средств это возможно сделать, мы их туда поставим. Также у правительства Московской области есть программа по установке эко-пунктов в школах. По данному вопросу правительство провело уже мероприятие для обеспечения мест установки. И в Одинцовском округе, надеюсь, что эти эко-пункты появятся в следующем году. Говорят, дети очень любят разделять отходы. Я говорю по опыту тех, кто отходы разделяет. Говорят, дети одни из самых активных участников этого процесса. Да, дети, они очень быстро ко всему новому адаптируются. И это одна из задач, которая решается этой программой. Это приучить подрастающее поколение к раздельному сбору, чтобы они уже с молодого возраста понимали, что можно разделять мусор. И самое главное, что мусор это не просто мусор, это и вторичное сырье, из которого можно сделать полезные вещи. То есть если мы не хотим, чтобы у нас были полигоны, мы должны ответственно подходить к тому, что мы утилизируем. Лучше не выбрасывать, а отдавать в переработку. Вы, кстати, как относитесь к раздельному сбору? Сами занимаетесь? Я отношусь к раздельному сбору положительно. Это очень полезное мероприятие. Там, где я живу, у меня организован сбор отдельных твердых коммунальных отходов, которые не являются сырьем для переработки. И вторичного сырья. Это обычные серые и синие контейнеры, которые мы все знаем. Соответственно, эти контейнеры, один серый, это для так называемых сырых отходов, которые, к сожалению, в большинстве случаев невозможно вторично переработать. Они идут на захоронение. Но при этом, повторюсь, они в обязательном порядке проходят пункт сортировки, который рассматривает эти отходы с точки зрения того, что из них можно все-таки извлечь, даже в рамках того, что оно попало в бак серый и получило органическое загрязнение. То есть ни для кого не секрет, что органика в мусорном ведре начинает гнить и, соответственно, загрязняет весь остальной мусор, который в нем есть. А синий бак – это всем нам уже знакомые, которые с 2019 года стоят синие баки, в которые можно складывать пластик, полиэтилен, бумагу, пластиковые бутылки, упаковки из-под тортов. Те вещи, которые можно переработать повторно. Так называемый сухой мусор. И эти синие баки у нас каждый день собираются и вывозятся на заводы по вторичной переработке. А серые и синие баки есть практически в каждом дворе, и ехать никуда не нужно. Да, на каждой муниципальной контейнерной площадке установлены серые и синие баки. А в тех микрорайонах, в которых мусоропроводы, у нас есть площадки, на которых только синие баки. То есть в мусоропровод можно бросать весь мусор, а в синий бак нужно относить уже мусор, который подлежит вторичной переработке. А вот в эти эко-пункты какое сырье можно будет сдавать там? Все то же самое, что и в синие. И плюс еще можно будет дополнительно туда относить что-то из оргтехники. Для кого не секрет, что компьютеры устаревают, ломаются там телевизоры тоже. Что-то старое тоже можно туда будет относить. И сдавать там бытовая техника, там стиральная машина. Все, что является неорганическими отходами, можно сдавать. И опять же, когда эти эко-пункты заработают, они просто имеют разные форматы. То есть у нас есть формат, это как некий павильон, в котором есть приемщица. А есть эрботизированный комплекс, который принимают просто, в основном это бутылки, либо банки алюминиевые. И в автоматическом режиме определяют, что это за отход, оценивают его. И выдают соответствующий чек, который позволяет либо получить какие-то там бонусы, либо получить денежку. А кто же будет заниматься обслуживанием этих эко-пунктов? Кто будет вывозить то, что успел принять? Эко-пункты обслуживаются оператором, который установил этот эко-пункт. И вывозятся на заводы, с которыми у оператора заключены договорный прием вторсырья. Этих заводов достаточно много. И вторсырье оно также разнообразное. То есть основной функцией эко-пункта является принять от жителя различный ассортимент вторсырья и далее направить его уже потребителю, который его переработает. Потому что ни для кого не секрет, что, к примеру, пластик делится на очень много видов. И каждый из видов перерабатывается по-своему и на определенном оборудовании. И есть заводы, которые специализируются на определенных видах этого пластика. Соответственно, этот пластик разделяется, накапливается. То есть основной задачей является не сдать одну бутылочку или одну баночку, а накопить их определенный объем, чтобы их транспортировка была рентабельна и отвезти на завод по переработке. А люди у нас запасливые. На балконах и в кладовках хранится много всего, что может впоследствии пригодиться. А вот что же, к примеру, на вскидку из-за того, что люди сдадут, можно будет сделать? Вот резиновые всякие, наверное, вещи, это, возможно, покрытие для детских площадок. Правильно я понимаю? Да, конечно. Ну, резиновая, это самый, как бы, яркий пример. Резиновая крошка, которую можно получить из резинных изделий, она обрабатывается, перерабатывается, может дополнительно окрашиваться и дальше используется для резиновых покрытий, которые мы видим на детских площадках. Там алюминиевые банки, ну, вы все прекрасно знаете, из них можно сделать заново алюминиевую банку, либо любой алюминиевый продукт, который используется в быту. Там ни для кого не секрет, что сейчас все производители, которые ориентированы на зеленую, так сказать, волну, они стараются писать, что там в изделии используется столько-то процентов переработанного материала. Чтобы люди знали, не зря все это было. Да, да, да. Ну, то есть вот как бы это как раз тот случай, когда то, что люди сдают, оно повторно направляется в полезное использование и не засоряет нашу экологию, при этом еще и приносит пользу. А тем, кто сдал, между прочим, приносят денежку или полезный купон, который можно будет потратить на что-то очень хорошее. А в жилом комплексе «Довинчи» работает пункт приема вторсырья. Решение ответственно утилизировать отходы приняли жители. Руководство товарищества собственников недвижимости их активно в этом поддержало. А мы узнали, как работает эта система. Вот я так ножкой открываю. Здесь вы можете видеть, значит, здесь мы храним пластик. Чистый, помытый обязательно. Ну, во-первых, чтобы нам тут не пахло. Во-вторых, чтобы мусорокамер было всегда чисто. Вот здесь я складываю пакеты. Дарья Бажанова рвет шаблоны. У нее нет пакета с пакетами. Зато для каждого вида отходов отдельный ящик. Для этого места много не требуется. Шкаф под мойкой позволяет. Его размеры грандиозными не назовешь. Было бы желание разделять мусор, говорит жительница ЖК «Довинчи». А возможности найдутся. Мы собираем три вида пластика. Я его весь кладу сюда. Просто потом очень удобно в мусорокамере. Уже знаешь, куда в какие мешки. Биг-беги это все раскидать. То есть я не сортирую на три вида пластика. У меня места нет, к сожалению. Если бы было, может быть, я это делала. У меня здесь есть памятка, какие мы собираем единичку, двойку и пятерку. Специалистам по видам пластика Дарья не стала. Да это и не требуется. Информацию легко можно найти на любой упаковке. Это даже детям по силам. Они свои кефирчики тоже уже знают, какие бутылочки сдаем, какие не сдаем. Маленькая у меня шестилетняя дочка прибегает. Каждый мусор меня спрашивает. Каждую бумажку, каждый пакетик. Мама, это куда? Я говорю, это сюда, это сюда. А старший сын ходит. Просто я его нагружаю этими пакетами. Сама даже иногда не хожу. То есть мы с ним несколько раз ходили. Ему очень понравилось. Я говорю, хочу сам. Хочешь сам? Пожалуйста. Тем более, что теперь в семье Бажановых мусор выносят не чаще двух раз в неделю. Никакого запаха спасает измельчитель еды. А самое главное, переход на раздельный сбор отходов сказался на платежке. Вот уже несколько месяцев жильцы ЖК «Довинчи» платят меньше. Если посмотреть на платежку, которая была, когда мы только организовали ТСЖ в прошлом году, в августе, и перешли на вывоз по фактическому количеству отходов. И когда мы открыли точку сбора мусора, то на самом деле есть большая разница. Если самый первый месяц у нас было около миллиона рублей по всему дому мы выбрасывали, то за февраль это самое меньшее количество было, статистика, 550 тысяч. Этот пункт раздельного приема отходов в жилом комплексе единственный в Одинцовском округе. Инициативу проявили жильцы. Руководство ТСЖ активно поддержало. За помощью с организацией обратились к создателям экологического проекта «Реутилизация». Те ее оказали безвозмездно. Все отходы чистые, не загрязненные. Еще раз на складе просматриваем, перебираем по требованиям переработчика, прессуем и отправляем уже большими партиями по несколько тонн на заводы. Пластиковые бутылки едут в Солнечногорск, полипропилены и канистры едут в Раменский район. За распределением отходов по так называемым «биг-бегам» следят волонтеры. Это сами обитатели жилого комплекса. Дежурят три раза в неделю. Столько же дней работает и сам пункт. Единомышленников у них становится все больше. А они надеются, их примеры последуют и другие горожане. В прямом эфире ТВ-программа «Главная тема». И сегодня мы говорим о раздельном сборе отходов. 8495 508 86 84. Михаил Владимирович, как Вы сказали, уже порядка двух лет в Подмосковье реализуется программа по раздельному сбору. По Вашим наблюдениям, насколько жители стали ответственнее относиться к тому, что они выбрасывают? На самом деле жители очень хорошо восприняли эту идею и программу. Ответственность – это всегда такая вещь, субъективная. А есть цифры. И согласно цифрам, у нас первоначально, когда мы только начинали, синие контейнеры вывозились один раз в три дня. А сейчас мы перевели вывозь синих контейнеров на ежедневную основу. То есть количество отходов, которые жители отправляют на повторную переработку, выросло практически в три раза. Жители привыкли к этому, научились разделять. И на сегодняшний день, повторюсь, у нас идет рост. И этот рост не остановился. То есть у меня есть ощущение, что скоро мы придем к тому, что придется заменять серые контейнеры на синие, добавляя возможность ежедневного накопления в больших объемах уже вторительно перерабатываемых отходов. Это коммунальщиков, это радует? Ну, коммунальщики, конечно, радуют, потому что это снижает нагрузку на полигоны. А полигоны – это всегда вопрос, связанный с экологией, вопрос, связанный с будущим. А вторичная переработка, она позволяет уменьшить объем захоронения и улучшить экологию, потому что вторичное сырье требует меньше энергозатрат на свою переработку и превращение уже в новые продукты. Пункт приема вторсырья открылся в Звениграде. За небольшое вознаграждение сдать на переработку можно электрохлам, картон, пластик и даже автомобильные аккумуляторы. Мы узнали, пользуется ли он популярностью у жителей. Внимание на экран. Телевизор по весу идет? Да, по весу. Старые журналы и электрохлам. Семья Алтуховых наводит порядок на даче. Ответственно относятся к отходам уже третий год. Не пропускают ни одной экологической акции в столице. В Москве более развиты эти акции. И пунктов нет постоянных, но есть акции. И мы туда ездим. А здесь очень были рады, что около дачи появился пункт, который можно сдать бумагу, хотя пластик базовый, который скапливается на даче, чтобы не выбрасывать. Ну, потому что уже привыкли не выбрасывать, а сдавать. Пункт приема вторсырья. Теперь и в Звенигороде работает всего неделю, но уже пользуется популярностью у местных жителей и дачников. До этого у нас здесь ближайших пунктов нигде нету. А сейчас прекрасно, рядом с домом пришли, сдали, разделили. И детям показали, как это не надо ехать в Москву сдавать. Поэтому вообще прекрасно. Пункт приема вторсырья – это часть проекта реутилизация. Его появлению в Звенигороде содействовала общественная палата Одинцовского округа. Были определенные сложности, да, там, может быть, и с оформлением участка. И действительно, ну, такие технические моменты. Вот. И я, в свою очередь, на еженедельном совещании администрации округа анонсировала этот проект, рассказала и попросила главу нашего округа, Андрея Робертовича Иванова, помочь реализации этого проекта. Сдать на переработку здесь можно 16 видов вторсырья, книги, газеты и журналы, PET-бутылки, стеклотару, алюминиевые банки, автомобильные аккумуляторы и не только. И даже этот список не окончательный. Мы не планируем на этом останавливаться. Просто 16 видов – это те, которые будут на регулярной основе приниматься. Но, помимо того, мы надеемся, когда соберется команда желающих сдавать больше видов вторсырья, то мы организуем ежемесячные акции на базе этого пункта, на которых можно будет сдать до 40 видов вторсырья. Сдать вторсырье – это не только про переработку. За ответственное отношение к экологии можно получить небольшое денежное вознаграждение. Но перед тем, как отправиться на пункт приема, собранные отходы нужно подготовить. Сложного ничего нет. Самые главные правила – это чистое и компактно сложенное. К сожалению, многие люди не понимают, чем пункт приема вторсырья отличается от обычной помойки. То есть, все вторсырье его надо как-то минимально подготовить. То есть, чтобы в каждой семье образуются отходы. Отходы могут стать мусором, который поет на полигоны, будут там столетиями лежать, а могут стать вторсырьем и попасть во вторичную переработку, во вторичный цикл. Пункт приема вторсырья в Звенигороде работает по средам и субботам с 10 до 15 часов. В прямом эфире этого программа «Главная тема» 8495-508-86-84. Михаил Владимирович, вопрос поступил из Инстаграм. Соратник Тарас спрашивает, а где у нас в Одинцовском районе есть завод? Часцы то открывали, то закрывали. На сегодняшний день на территории Одинцовского округа нет заводов по мусоропереработке и не планируется их строительство. Часцы, это бывший полигон Часцы, он закрыт в 2014 году, а сейчас ведется его рекультивация. Рекультивация ведется по программе президента Российской Федерации. И на сегодняшний день уже сделан достаточно большой объем, планируется завершение к 2023 году. Ну и он же добавляет, что Звенигород, подмосковная Швейцария, я от себя добавлю, не только нуждается в упреждающей защите от беспорядочных свалок и загрязнений. И вот, собственно, как раз это про то же самое. Чем, наверное, ответственнее мы сами будем относиться к отходам, тем, собственно, лучше будет наша экология и меньше тех самых свалок. Конечно, простой термин «начать надо с себя», и тогда все получится. А я предлагаю перейти потихоньку ко второй теме нашей программы. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом непростая, не только в Одинцовском округе, но и во всей стране. Санобработка подъездов – наша любимая тема. Как часто проводится сейчас она? Ну, санитарная обработка подъездов – это процедура, которая была начата сразу же, как только началась пандемия. Проводится она ежедневно. Единственный нюанс, что ежедневно обрабатывается первый этаж и все поверхности, к которым прикасается житель, когда идет по подъезду. То есть у нас это, в первую очередь, входная группа, ручка входных дверей – это первый этаж, вызывные панели лифтов, если есть лифт. И это все места, куда может докоснуться человек. И плюс еще обрабатываются почтовые ящики. У нас обработка почтовых ящиков очень часто вызывает нарекания, что, к сожалению, дезинфицирующий раствор попадает на корреспонденцию, и жители говорят, что там либо мокрый, либо имеет запах антисептиков. Зато точно обрабатывали. Да. И здесь у нас ничего не изменилось. Мы также ежедневно обрабатываем. Также ежедневно обрабатываются перила вдоль лестницы, чтобы люди, когда поднимались, они касались уже обработанных перил. И каждый день все управляющие компании отчитываются в приложении, в мобильном приложении, которое контролирует проведение санобработки. То есть очень много жителей говорят, а вот там один работает, а другой фотографирует. Да, фотографируют, потому что это требование правительства Московской области, чтобы на каждый день в каждом подъезде была фотография, что его обрабатывают. Вот поэтому прошу отнестись с пониманием, это не постановка, это именно для того, чтобы была возможность проконтролировать на уровне всей области. Правительство очень тщательно за этим следит, что в этом подъезде были сегодня проведены работы. Каждый день, каждый раз это проходит в таком формате. Дезинфекция подъездов началась в первую волну коронавируса. Вот с тех пор эта процедура как-то изменилась или вот как она была, так она и осталась по сей день? Процедура не изменилась. Процедура стала просто более отлаженной. Вот у нас выработался некий алгоритм, по которому уборщицы понимают, что сделать быстрее, как это сделать. Выработался набор антисептиков для обработки дезинфицирующих. Не всегда это те, которые с запахом, то есть жители тоже часто говорят, вот водичкой побрызгали, нет. Пахнет плохо, не пахнет тоже плохо. Да, есть составы, которые не пахнут. Они являются дезинфицирующими, но при этом не имеют запаха. Бывает, жители говорят, вот пахнет эта уборщица алкоголем. Да, потому что мы алкоголь с содержащими, спирт с содержащими веществами обрабатываем панели вызывные лифтов, чтобы не испортить электронику, которая там находится сзади, потому что все растворы на водной основе могут нанести вред лифту, потому что обработка идет в работающем лифте. И, соответственно, тут главное не переборщить. То есть нельзя, чтобы даже спирт, если попадет внутрь панели, он может привести к ее замыканию. Первый этаж обрабатывается чаще, потому что через него все жильцы проходят, правильно я понимаю? Да. Только по этой причине. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, Министерство ЖКХ Подмосковье совместно с региональной госжилинспекцией разработало комплекс профилактических мер. А что это за меры? Расскажем в сюжете. Вымыть входные группы, лифтовые кабины, протереть перила, ручки и почтовые ящики с гелевой хлоркой. И все это несколько раз в день. Министерство ЖКХ совместно с госжилинспекцией разработало целый комплекс профилактических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. В 36-м доме на улице Северной в Одинцове работа кипит, как и по всему Подмосковью. Уборщицам помогают даже консьержи. Заканчивается рабочий день у уборщицы. Иногда вызываем их вечером. Бывают выходные, вызываем уборщицы. А так остальное мы дотираем все до конца, до рабочего. По рекомендации Роспотребнадзора, дезинфекция проводится средствами, содержащими хлор или спирт. Дезинфицирующих средств запасы во всех управляющих компаниях есть. Сейчас у нас в наших муниципальных компаниях запасы на месяц. При ежедневной обработке того объема, который есть, сформирована дополнительная закупка. Если будет необходимо, то мы будем готовы помогать этими дезинфицирующими средствами, средствами защиты, такими как маски и перчатки. Другим управляющим компаниям, если у них будут испытывать, они будут дефицит. Соответственно, жителям просьба также соблюдать меры предосторожности, традиционно мыть руки и использовать дезинфицирующие растворы. Также жителям рекомендовано без особой необходимости не посещать общественные места, а воспользоваться онлайн-сервисами по уплате за ЖКХ на сайтах МОЗ Облгирц или МОЗ Энергосбыт. В прямом эфире этого программа «Главная тема» 8495 508 86 84. Наш номер телефона, по которому вы можете задать вопрос заместителю главы администрации Михаилу Владимировичу Каратаеву. Кроме того, прямой эфир сейчас идет в социальной сети Instagram. Там мы тоже принимаем комментарии и вопросы. Михаил Владимирович, частично рассказали, какими средствами проводится дезинфекция, давайте остановимся на поподробнее. Есть спиртсодержащие, есть хлорсодержащие. Что это за средства? Безопасны для людей, правильно? Конечно, это все средства, которые обязательно имеют сертификаты. В большинстве случаев это идут концентраты, дальше они просто разбавляются до необходимых пропорций и обрабатываются поверхности. Ну, из того, что жители всегда пользуются в быту, это, к примеру, обычная белизна. Это хлорсодержащее вещество, которое является в том числе дезинфицирующим и при разведении в определенной пропорции также является средством для дезинфекции поверхностей. Но сейчас, как Вы сказали, процедура уже отработана, сотрудники управляющих компаний справляются с нагрузкой. Теперь уже, наверное, это обычная часть работы, к которой привыкли. Ну да, конечно, уже втянулись, так сказать, привычка появилась. И основная задача это именно в том, чтобы обеспечить регулярность. Которая, в общем-то, обеспечена. Которая должна именно быть ежедневной. Потому что у нас люди каждый день, два раза в день проходят через подъезд. Утром, когда идут на работу, вечером, когда возвращаются, это если не учитывать, там в магазин еще куда-то пошли. То есть все наши жители, они должны быть максимально защищены. И для этого как раз управляющие компании должны проводить обработку, независимо от, как правильно было сказано, сюжетия дня недели. Контролирует исполнение, скажем так, этих работ специальная программа. Как еще осуществляется контроль? Или этого вполне достаточно? Ну, контролирует специальная программа, потому что у нас подъездов больше 6 тысяч. Прекрасно понимаем, что объехать их каждый день контролеру невозможно. Контролирующие мероприятия выполняет к ЖИИ, жилищная инспекция выезжает выборочно на адреса и проверяет качество обработки. А вот как долго эти работы еще будут проводиться? До окончания пандемии или теперь это уже войдет в постоянную? Я думаю, что это будет до окончания пандемии, потому что эти работы полностью выполняются за счет управляющих компаний. Они никаких дополнительных счетов на жителей не выставляют. Но мы все прекрасно понимаем, что это дополнительная работа. И эта работа, она достаточно тяжелую нагрузку несет для управляющих компаний и для ее персонала. Спасибо большое, Михаил Дорькович, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя, оставайтесь на нашем канале. До новых встреч на ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok